В селе Покровка Амгинского района учитель сельской агрошколы Галина Пилипейкина собрала со своего огорода 9,5 килограммов яблок. Как удалось вырастить, казалось бы, неприспособленные для якутского климата деревья яблони и собрать с них такой урожай, выясняли наши корреспонденты. Агроном с 25-летним стажем Галина Пилипейкина знает о яблонях почти все. Первые свои саженцы сорта Анис Свердловский она заказала еще 7 лет назад. Первые плоды появились 3 года назад. С каждым годом урожай яблок увеличивается. Первый год мы собрали всего-то там, ну, 200 было, наверное. На второй год у нас уже было побольше, где-то около 5 килограмм. В прошлом году тоже где-то около 9 собрали. И вот мы эти 9,5 килограмм собрали с одного. Галина Альбертовна работает учителем в сельской агрошколе и изучает адаптацию яблонь в условиях севера. На приусадебном участке, помимо яблонь, она выращивает малину, клубнику, пионы, черноплодную рябину, арбуз и еще многое другое. Особый климат, почва холодная, зима холодная, все очень страшно, как говорится, для них. Но я еще выбрала так, чтобы вот из всех тех, что, ну, например, сельева, она, груша слива, они не, как сказать, не морозоустойчивые. Самая морозоустойчивая из плодовых культур, ну, читала литературу, там яблони оказались. Ну, вот я стала заниматься яблонями, малина с шипами, малина без шипов, ну, там черно-смородина, вот яблони тоже стоит. Так, вот яблони стоит, так, вот там, там, малина без шипов, она привезенная из Телябинска. Все это со Свердловской области. В этом году Альбина Альбертовна приобрела еще два саженца колоновидных яблонь и в следующем году надеется собрать еще больше урожая. Туяра Филиппова, Ирина Гольдерова, Илья Лыткин, НВК Саха, АМГА.